С победой! Спасибо. Краткая оценка игры, что удалось сделать по сравнению с прошлым матчем? Ну, вот я вчера говорил, что не удалось сыграть в большинстве. Сегодня это получилось, мы забили два гола. Поэтому, наверное, выиграли. Плюс та же сама отдача, что вчера. Немножко удачи. Видимо, вознаградил нас за усердие, за старание. Скомканный третий период, но... Помятую встречу в Карлу Хвара, когда мы 3-0 выигрывали. Немножко психологически было не совсем уютно, можно так сказать. Там за 10 минут до конца игры мы выигрывали 3-0 и проиграли в итоге в овертайме. Поэтому этот осадок остался и немножко нервничали ребята. А так, в целом, полностью выполнили установку. Сыграли надежно. Где-то может быть просто, но надежно. Поэтому, наверное, и победили. В этом сезоне команда играет не очень ровно. То есть хорошие серии чередуются с не очень впечатляющими. С чем это связано? Ну, дело в том, что, во-первых, соперники все сейчас вышли на такой, на определенно равный уровень. Поэтому выигрывать серию какую-то очень тяжело. Сейчас вот последний месяц были спаренные игры. Мы играли с прямыми конкурентами по нашему дивизиону. Поэтому настрой на какую-то повторную игру уже совершенно у соперника другой. И очень тяжело настраиваться. В целом, домашняя серия, я считаю, что удалась. Соперник это лидеры были сейчас, одни из лидеров. Команды быстрые, очень взрослые, физически сильные. Мы видели, что очень тяжело было против них играть. Мы затратили много сил. Хорошо, что сейчас такая пауза есть, когда можно восстанавливаться, можно залечить какие-то травмы. Ну и допустим, еще у нас много травм, конечно. А есть ли у команды какие-то не игровые, не тренировочные совместные мероприятия, направленные, может быть, на сплощение коллектива? Завтра будет. Завтра пойдем в аквапарк. Это как бы восстановительное мероприятие. Та же тренировка, но направлено на то, чтобы остановиться, отдохнуть, набраться эмоций. И что с Сахаросовым и СИЗО? Когда они выйдут на лезвие? СИЗО, к сожалению, у нас выбыл до конца сезона. Его ждет операция. У него крестообразные связки, мениск. У Сахаросова травма пока не определена степенью. Завтра пойдет на МРТ, все будет там уже более-менее ясно. Но я думаю, что на ближайшие две недели мы его тоже потеряли.